Всем доброе-доброе утро! Вот интересно, у вас дома тоже елка стоит минимум до февраля? Вот, например, у меня дома праздник длится аж до середины марта. Ну а что, стоит себе елочка, радует глаз, котов развлекает в конце концов. Почему бы и нет? Мне кажется, все так делают. Или нет? Вот пока по ней вот не ударишь, чтобы она исчезла, вот до этих концов она должна стоять. Ты ничего не замечаешь? Мне кажется, ты накрасила губы. Да нет, я сама сделала макияж. А елка должна стоять. Ну вот, сколько душе угодно, пускай стоит. Хоть год, хоть два, хоть три. Диана, в традиционной армянской семье елка стоит так долго, чтобы за это время вся армянская родня сумела проникнуться праздничным настроением. Ну, примерно полгода нужно, чтобы все пришли, съели шашлыки, завернули шаурму, доели весь лаваш и пахлаву. В общем, сколько душе угодно. На календаре 15 января, пятница. Согласно статистике, самый любимый день россиян. Собственно, ничего удивительного, ведь впереди долгожданные выходные. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем, что будет далее в программе. О том, как лось медведей спас, ДК Первомайский представил новый формат спектакля. Ради вкусного обеда, по закону Архимеда, смотрим рубрику «Все за стол». Отпускает грехи одной лишь лапой. Собака – охранник религии. Вырезал, покрасил, напечатал. Линогравюра – искусная коллаборация в творчестве. Сегодня, 15 января, на Кольском полуострове ожидается переменная облачность. Местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. Ветер западный, юго-западный – 4,9 метров в секунду. Ночью на севере области – 8,13 метров в секунду. Поземок – гололедица. В Кандалакше – минус 10 градусов. В Апатитах и Кировске – минус 10. В Никеле и Заполярном – 6 градусов ниже нуля. До 7 опустится столбик термометра в Североморске. В Мурманске – минус 6, минус 8. Небольшой снег. Сегодня солнце взойдет в 11,54, а зайдет за горизонт в 14,01. Удачного вам дня! Безосновный, гетерогенный, резиновый или алкидный. Вернулся тут Саша Сунеев со съемки и давая разбрасываться всякими непонятными словами. А потом сказал, что это все виды линолеума. Мы с ребятами подумали, что он про ремонт, а оказалось – про искусство. За годы работы в журналистике я узнал много нового и интересного. Настало время столкнуться лицом к лицу с необычным направлением в искусстве – линографикой. Это случилось благодаря художнице Алене Трегубовой. Девушка закончила магистратуру в Мурманском арктическом университете. В числе обязательных для изучения предметов оказалась линографика, то есть способ граировки на линолеуме. Со временем Алена обнаружила, что ее увлекает сам процесс. Поэтому линогравюры уже несколько лет входят в круг ее художественных предпочтений. Меня, например, изначально не привлекло вообще. Я такая, боже мой, что такое? Это какой-то ужас. Но в дальнейшем, когда ты начинаешь понимать, как лучше сделать, какие-то тонкости изучаешь, когда ты уже видишь так, вот так нельзя, потому что не получится, ты это знаешь. И уже интересно, ты уже это вырезаешь, сидишь и кайфуешь, и балдеешь. Вот эти вот данные работы, я уже так, мне нравилось этим заниматься, было побольше времени. Линогравюра – один из видов печати. В двух словах процесс происходит так. Изображение вырезается на линолеуме, покрывается краской и переносится на бумагу. Такая техника возникла в начале 20 века при появлении самого линолеума, который стал для иллюстраторов альтернативой деревянной доски. Среди преимуществ – живая и эмоциональная картинка с характерной формой исполнения, широкий диапазон для творчества, относительная дешевизна расходного материала и возможность многократного тиражирования. Но есть и свои подводные камни. Когда ты делаешь эскиз, поскольку это печать, она печатается как бы зеркально. То есть тебе нужно саму работу сделать в зеркальном отражении. То есть в моем случае происходит так. Я делаю маленькие эскизы, потом делаю большие эскизы уже по формату, который мне надо. Потом через кальку переношу все обратно. У меня была работа, я делала портрет один раз. Я забыла это сделать, и у меня в итоге итоговая печать немножко наоборот была. Но в принципе, если это никто не знает, было незаметно. Выставка «Заполярье-2020» в областном художественном музее – это более полутора сотен работ, связанных между собой единой тематикой Севера. Среди них есть и две линографюры от Алены Трегубовой. Для художницы это первая в ее жизни выставка. Девушка преподает в Кольско-районной детской школе искусств. Для повышения категории молодому специалисту требуется участие в выставке. Выбор пал на «Заполярье-2020». Возьмут-возьмут, не возьмут-не возьмут. И вот я привезла, сказали, нормально, берем, отлично. Единственное, что у меня с рамками была проблема, ведь у меня немножко авангард, красные рамы. Черные я просто не успела найти, хорошие, потому что сложность формата. В основном это приближенные к прямоугольнику, а у меня квадраты вышли. Но это квадраты вышли тоже из-за того, что я линолеум сам обрезала. Ну, не совсем так, как надо. И плюс они же продаются там тоже по своим техническим меркам. По идее линолеум, чтобы пол застилать, а не для художника. Одна из особенностей линогравюры – четкость в их исполнении. Чуть не так вырежешь, можно смело приступать к переделке. Алена говорит, что у нее есть около двух десятков незаконченных экземпляров тех работ, что находятся сейчас на выставке. Увлечение линогравюрой укрепило в девушке такую черту характера, как умение доводить все до конца. А в наших широтах по-другому вряд ли получится. Сама природа формирует характер живущих здесь людей. Люди отвечают взаимностью и воспевают заполярье в том или ином виде творчества. Мы все-таки тут живем, и нам нужно как-то показывать, говорить, что у нас здесь тоже красиво и хорошо, и нужно показывать наш город. Даже вот сама выставка целая посвящена как раз-таки нашему заполярью. И работы различные, не только кто в Мурманске там есть, и приезжают и апатиты, и так далее. Поэтому я думаю, что еще это нас... Если мы тут живем, это будет с нами всегда. Мы будем всегда делать на тему севера, пока не надоест. Думает Алена и про собственную выставку. Хочет показать свои портретные работы и живопись. Не линогравюрами едиными живет художница. И это помогает девушке познать и раскрыть себе различные грани человека творческого. Было бы только свободное время, а уж за картинами дело не постоит. Ну а пока увидеть воочию линогравюры Алены и работы других художников региона вы сможете в областном художественном музее. И поторопитесь, выставка продлится до 17 января. Александр Суняев, Сергей Расюк, ТВ21+. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны. Из тактик лучшее сейчас – это выжидательное. Не стоит бросаться в огонь. Лучше возьмите паузу, чтобы все обдумать и принять взвешенное решение. Тельцы. Не стоит читать, сколько сделали вы и сколько теперь должны вам. Будьте более великодушны и отношения с окружающими наладятся. Близнецы. Ничего не делать – тоже позиция. Возможно, проблема решится сама собой, если вы не будете подливать масло в огонь. Раки. Доброта – хорошее качество, но не позволяйте окружающим унижать ваши достоинства. Говорите сразу о том, что вас не устраивает, расставляйте личные границы, и вас начнут уважать. Всем привет! Если вдруг вы до сих пор не нашли свое призвание в этой жизни, то в новом году есть все шансы это сделать. Берите пример собачки из Индии. Была обычной дворняжкой, а теперь благословляет людей у ворот храма. На выходе из храма Ситхива-Наяк в Мумбаи сидит бродячая собака. Откуда она пришла, никто не знает, однако животное отлично вписалось в общую картину. Пожимает посетителям руки и трогает лапой головы, будто отпуская грехи. По словам местных жителей, песик ходит в храм как на работу почти каждый день и всегда садится на одно и то же место. Вот и не верь после такого в чудеса. Мне вообще кажется, что это и не собака вовсе, а какой-нибудь достигший просветления переродившийся мудрец. Ну а почему бы и нет? Всякое в этой жизни случается. Ну а прямо сейчас анонсы. Сам себе визажист. Уроки мейкапа от Алины Катажековой. Зимние ботинки или колыбельная для котят. Видео, которое вызовет приступ умиления. История о том, куда пропали белые медведи. В ДК Первомайский создали новый формат спектакля. Как не остаться без обеда? Приготовить томатный суп и испечь хлеб. Доброе утро! Сегодня мы готовим гречневый хлеб на закваске и томатный суп на кокосовом молоке. И будем мы это все вместе готовить с Юлей Барашевой. Доброе утро, Юля. Доброе. Ну, с чего начинаем? Ну, конечно же, мы начнем с закваски. Закваска – это основной ингредиент домашнего хлеба. Смешиваем по 50 граммов муки и воды в отдельной банке. Далее убираем в теплое место и растим ее в течение 5-7 дней. Рекомендуем подробный рецепт найти в интернете. Каждый день мы обновляем. Берем отсюда 10 грамм закваски и мешаем также ложки 2 столовой воды муки. Снова в новую баночку чистую и убираем до следующего дня. У нас уже есть готовая закваска и она готова к выпечке. Выкладываем закваску в миску, добавляем 180 граммов пшеничной муки, 25 граммов цельнозерновой, ржаной или гречневой и 200 миллилитров воды. Перемешиваем, убираем тесто на полчаса, чтобы набухла клейковина. Затем добавляем щепотку соли и оставляем бродить на 3-5 часов. После нескольких часов ожидания достаем заготовку хлеба и перед тем, как ее отправить в духовку, делаем надрез. Духовку разогреваем заранее, до 250 градусов в течение 40 минут. Хлеб выпекаем в два этапа по 15 минут. Первый на раскаленной каменной доске под казаном, второй этап без казана. Пока у нас печется хлеб, мы готовим томатный суп. Для этого берем помидоры и режем. Да? Крупно. Добавляем репчатый лук. Запекаем овощи в духовке в течение 15 минут. Помидорки наши готовы. Достаем. Давай. Только аккуратно, горячо. Все. Вот, запекли немного. Все, пускай. И теперь необходимо снять казан. И, вау, обалдеть, какая красота. И ставим дальше в духовку еще минут на 15. Пока хлеб допекается, готовим суп. Закидываем помидоры и лук в блендер. Добавляем кокосовое молоко, соль, прованские травы, перец. Взбиваем и разливаем по тарелкам. О, молочек. Достаем хлеб? Ну, давай уже его резать. Режем? Конечно. Давай. Ты только послушай этот хруст. Обалдеть. О, как он крошится. Дорезаем хлеб и выкладываем на него мягкий сыр бри и вяленые томаты. Наши кулинарные изыскки готовы. И мы? А мы готовы их пробовать. Такое нежное. И кокосовое молоко делает блюдо нежным и придает ему такой приятный вкус. Да. Не поленитесь и приготовьте однажды домашний хлеб. Вы не пожалеете. Ммм. Приятного аппетита. Приятного. Юлия Константинова, Павел Третьяков, ТВ21+. Сегодня день рождения отмечает Екатерина Волкова, российская актриса театра, кино и телевидения, известная по роли Веры в телесериале «Воронины». 76 лет исполняется композитору, пианисту, народному артисту России Максиму Дунаевскому. А еще в этот день, 398 лет назад, родился великий французский драматург и актер Мольер. Театральный коллектив «Дома культуры Первомайский» освоил новый формат. Первый в Мурманской области влог-мюзикл под названием «Куда пропали белые медведи». Все подробности у Ивана Герасимова. Многие хотели сделать что-то подобное, а театральный коллектив «ДК Первомайский» воплотил задумку в жизнь, тем самым став первым, кто поставил влог-мюзикл. А участвовал в разработке нового жанра молодой режиссер. Девушка окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства, кафедру режиссуры и актерского искусства эстрады. Влог-мюзикл создан по мотивам пьесы мурманского писателя Василия Рябкова. Музыкальное оформление тоже оригинальное и авторское, заслуга Алексея Мурева. Вдохновение, оно у меня всегда, ты знаешь, вот я сел и сразу там на краяле играю мелодию практически с гармонией. То есть, ну, для этого спектакля работать было в чем легче, потому что Вася, он повед прям вообще, ну, я имею в виду Василия Рябкова. Вот, и там, ну, нет проблемы, вот читаешь стихи практически, ну, вообще, ну, они просто тебя вдохновляют. Это история о вере в чудо, о том, что волшебство существует, если в него верить. И это, как говорит режиссер, очень актуально, особенно в нынешнее время. Полярная ночь узнает, что белые медведи, если им почесать за ушком, могут исполнить желание. И крадет их всех, потому что она очень сильно хочет иметь друга, а у нее их нет. Когда лось обнаруживает, что его друг, медведь, исчез, он отправляется на его поиски. Во время этих поисков лось встречает различных персонажей, благодаря которым и возрождается его вера в чудо. Например, одними из персонажей были совы. Хозяйка, вы так трогательно пели. Соня даже расплакалась. Дорогая ноченька, мы можем быть вашими друзьями. Наши персонажи такие неуклюжие, глупые. И вот на контрасте интересно смотрелось, потому что совы считаются мудрые такие, животные. А мы такие неуклюжие, смешные. Тарас работает в сфере недвижимости, а увлечение искусством для него – любимое хобби. Говорит, что в подобных постановках ему еще не приходилось участвовать, поэтому можно поздравить его с дебютом. Формат новый, это новый опыт абсолютно. Это ближе, наверное, к съемкам кино именно вот это вот все. Поэтому тут больше таинства такое, потому что потом какие-то кусочки делаются, потом в результате монтажа ты видишь, что получается. Это интересно. Сложности? Ну, с нашим режиссером никаких сложностей не возникало. Все артисты, задействованные в создании влог-мюзикла, выражают благодарность администрации ДК Первомайских, а также тем организациям, которые предоставили локации для съемок. Посмотреть произведения, состоящие из четырех серий, можно ВКонтакте в официальной группе Дома культуры. Мурманск! Доброе утро! Ставьте лайки! Ждем комментарии! Прямо сейчас продолжение гороскопа. Львы! Ваша суетливость создает вокруг переполох, что не несет никакой пользы для общего дела. Успокойтесь и займитесь чем-нибудь конкретным. Девы! В стройной цепочке ваших рассуждений наблюдается брешь. Ваши утверждения не так логичны, как кажется. Подумайте об этом. Весы! За вашей спиной идут разговоры и бурные рассуждения. В скором времени ожидайте сюрпризов, возможно, неприятных. Скорпионы! Ваш природный оптимист помогает справляться с жизненными невзгодами. Сегодня позитивный настрой понадобится вашему близкому другу. Будьте готовы поделиться душевным теплом. Всем привет! Если вдруг вы встали не с той ноги или вам просто не хватает в жизни позитива, то прямо сейчас я покажу вам видео, которое растопит даже самое холодное сердце. Ну вот у нас тут ребята сидят в ботинке. Хлап сложили. Вон как лапки сидят. Примерно прям. Ходоке. Зачем мы в ботинки залезли, ребята? Алеш, посмотри, как сидят. Быстрее. Это зачем вы залезли и сидите тут? Как хорошо сидят. Ах, хорошо. Далеко собрались? Весну поехали, наверное. Нет, ботинки зимние. С снежинкой вон. Вот они. Честно говоря, ничего милее в этом году я еще не видела. Правда, интересно, куда собрались эти юные гонщики? Нужны ли им права для управления зимними ботинками? Столько вопросов. Давайте лучше узнаем, что нас ждет в финальной части выпуска. Мастер-класс, актуальный для любой девушки. Магия мейкапа. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 15 января, 73 рубля 79 копеек. Курс евро 89 рублей 64 копейки. 10 норвежских крон сегодня равны 87 рублям 14 копейкам. Сегодня под руководством опытной мастерицы Алины Катажековой я научусь делать легкий макияж на каждый день. Его оселите и вы. Главное, чуточку терпения и желания. Доброе утро! Сделать макияж самостоятельно проще простого. Заявляю об этом как новичок. Достаточно освоить 4 этапа. Увлажнение, тонирование, маскировка дефектов и нанесение цветового акцента. Итак, шаг первый. Подготовка кожи к макияжу. Очищаем ее и увлажняем. Мы для этого возьмем тоник и хороший крем. Наносим тоник на ватный диск и проходим от центра лица к периферии, тщательно очищая лицо. Далее на лицо наносим увлажняющий крем. Важно, чтобы текстура продукта была легкая и быстро впитывалась. В завершении первого шага наносим на губы увлажняющий бальзам. Когда мы нанесли увлажняющий крем, у нас кожа подготовлена, все идеально. Ощущение комфортное на лице? Да, я бы уже даже так и пошла. Ну вот. Вот мы и добрались до второго шага – тонирования с помощью тонального крема. Кстати, чтобы выбрать идеальный тон, обращайте внимание на текстуру и цвет. Текстуру ты можешь нанести, например, на тыльную сторону ладони, а вот цвет всегда выбирай по линии челюсти, вот здесь. Для нанесения тона используем специальный спонж. Похлопывающими движениями распределяем средства по всему лицу, избегая зоны под глазами. Чем хорош спонж? Тем, что он впитывает половину. Ну, не половину, но он же прилично впитывает тоже продукты в себя. Мы увлажнили лицо, тонировали. Теперь у нас консилеры. Что такое консилеры? Консилеры – это продукты, которые маскируют дефекты кожи. Мелкие, например, прыщички, синячки, ну вот следы усталости вот здесь. Они у всех есть, даже у малышей следы усталости, ну так, синячки такие вот тут, да, есть. Поэтому мы вот здесь с тобой будем как раз наносить консилер, маскировать. Наносим консилер на место синячка и аккуратно распределяем его пальцем по коже, как на видео. Таким образом происходит цветокоррекция. Теперь высветляем центральную часть лица. Берем консилер светлого оттенка и рисуем на лице треугольник, а затем распределяем средство спонжиком. Почему именно здесь? Ты высветляешь внешний уголок глаза, вот тут, уголки губ. И здесь мы высветляем, и происходит оптическая иллюзия. Такой некий обман. Сейчас у нас заключительный этап нанесения макияжа – это нанесение цветового акцента. А именно сюда входят и румяна, и помада, и тени. Это все же связано с цветом, правильно? И тушь черная, да, например, цвет, цвет. Берем кремовые румяна, наносим их на яблочко щек и распределяем. Затем наносим их на кончик носа, на подбородок, на место между подбровной областью и подвижным веком и немного на височную часть. После этого наносим на подвижное веко кремовые тени, распределяем их пальцем, расчесываем бровки, наносим тушь на ресницы и в самом конце красим губки. Макияж готов! Радости для окружающих теперь нет предела. Но вы посмотрите, какая красота! Хорошего настроения вам и легкого макияжа. Юлия Константинова, Виталий Попков, ТВ-21+. И вновь за советом к звездам. Стрельцы, вам необходимо поработать над своей повышенной тревожностью. Пустые страхи выжимают из вас жизненные силы. Козероги, хотите быть востребованным на работе? Проявляйте энтузиазм и активность, иначе все важные решения примут без вас. Водолеи, излишняя болтливость – ваша проблема. Если владеете секретной информацией, держите язык за зубами. Рыбы, работа в дуэте принесет вам успех, поскольку рядом есть понимающий коллега на одной волне с вами. Цените это и попробуйте создать вместе что-то грандиозное. Что ж, друзья, наша программа подошла к концу, и настало время прощаться. Всем желаю отличного продуктивного дня и шикарных выходных. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова